Здравствуйте, студия. Мы сейчас находимся в Гянджинском районе Азербайджана. Мы сейчас находимся в... Местные жители, с которыми мы разговаривали, говорят о том, что в час ночи они услышали сильный взрыв, после чего сильно затряслись стекла на расстоянии, в радиусе примерно километра отсюда, практически у всех домов выбиты стекла, повреждены стены, выбиты двери во многих из домов. Всего в целом пострадало свыше 20 домов. На этом месте раньше находился многоэтажный квартирный дом. Мы можем видеть, сейчас под завалами остаются автомобили, дом практически сравнен с землей. Здесь вот мы видим, нет никаких военных объектов, это обычное гражданское поселение. Тем не менее, в час ночи, когда люди мирно спали в своих домах со стороны вооруженных сил Армении, был открыт огонь. Сотрудники Государственного агентства по разминированию территории Азербайджана уже выяснили, что обстрел был произведен из комплекса Эльбрус или же Скат на западный манер. Точно такая же ракета была выпущена 11 октября по другому жилому дому, располагающемуся неподалеку отсюда. Тогда в результате военной провокации погибло 10 человек. Свыше 34-х получили ранения различной степени тяжести. Среди них также имеются женщины и малолетние дети. В целом, уже сообщается о том, что обстрел был произведен со стороны Армении, а не со стороны оккупированных территорий Азербайджана. В свою очередь, азербайджанская сторона говорит о том, что таким образом Армения пытается расширить географию боевых действий. Азербайджан уверенно подавляет огневые точки противника, отвечая на его военные провокации, лишь уничтожением военной техники, военных объектов. Наша съемочная группа продолжает работать в Гяндже, продолжает работать в данном регионе и передавать самую оперативную информацию в студии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!